Девушки отдыхают 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 пучок светлых волос, свяжи его как-то так по-хитрому и брось у него где-то в ванную, а потом в следующий раз приди, позови и скажи, слушай, тут похоже на вот этот подклад, тут кто-то тебя привораживает, судя по всему. И он навсегда отвернется от той блондинки. И так и получилось? Конечно. Он испугался, побежал по каким-то бабкам, по каким-то священникам. Боже, меня толдуют! Я больше с этой блондинкой встречаться не хочу. Мудрый совет, надо будет взять на вооружение. Боже, ужасно, какую мысль ты меня натолкнула. Слушай, какая-то битва экстрасенсов. Вот как у меня было. Была такая подруга. Ну вот она, Виталечка, боже мой, какой замечательный у тебя муж. Вот, ну как же тебе повезло. И я смотрю, что это не просто комплименты, а это уже какой-то такой вот невероятный шаг навстречу моему мужу. И я думаю, господи, как же, куда же мне деться? А деться-то некуда. И она продолжает мне звонить, приглашает нас втроем уже в кино, там, в ресторанчик. И вот я сразу ограничиваю, я сразу отсекаю, потому что я знаю, что мужики, они такие, они падкие. Вот это и есть ключевые слова нашей сегодняшней встречи. Мужики, они такие. В том смысле, что не будем подозревать в коварстве всех наших замечательных подруг и сразу их отсеивать. Тут фифти-фифти, девочки. Почему? С одной стороны, может, засмущается, все так и сделают, а с другой стороны, может, он и не думал на эту Ленку обращать внимание, а только ты ему скажешь, он думает, «Хм, а что, Ленка-то ничего». Вот. Я о чем и говорю. Порой мы сами толкаем мужика на эти поступки. А стоит ли? Скажем, скорее, недейственные, хорошо? Нет. Я думаю, что мы приняли решение. Но я вам скажу, что мои подруги, видите, какие опытные, быстрые, мудрые, четкие. А теперь слово мужчинам, которые также обсудили этот совет, и я надеюсь, готовы вынести свой вердикт. Работает ли он? Нет. Мы посовещались и решили, что этот метод не подходит, потому что женщина, наоборот, может спровоцировать мужчину, чтобы он обратил внимание на какую-то подругу. Лучше перевести внимание мужчину на что-то другое. Смотрите, как точно совпала точка зрения женщин и мужчин в данном вопросе. Всего у нас, напомню, пять советов. И вот второй. Аккуратно выведайте, что вашему мужчине нравится вашей подруге. И превзойдите подругу именно в этом. Начинайте вкуснее готовить, похудейте, разнообразьте сексуальную жизнь, сделайте акцент на своих изменениях. Вот прям так и скажите, что взяли рецепт десерта у подруги, но у вас он получился гораздо вкуснее. Или скажите ему, боже, мне так понравилось сегодня ночью, а вот Ленка моя, она вообще как холодец в постели. Ну что-нибудь. Вот такой совет дают на одном из женских форумов. Время пошло, минута на обсуждение и у вас, и у мужчин. Девочки, любой совет для женщин, которым есть слова похудеть, научиться готовить и быть хорошей в постели, он рабочий. И как вам такой метод? Я не знаю, но, опять же, мне кажется, что если человек себя возвышает, ну и постоянно говорит, я богатый, я богатый, я богатый. А я красивее, я красивее. Кто на самом деле не уверен в себе. А люди, которые победители, их не судят никогда, или которые самые лучшие, они просто знают, что они самые лучшие. Я не представляю, чтобы моя любимая с кем-то себя сравнивала. Если бы такое произошло, я бы сто процентов перебил и сказал, слушай, да ты самый лучший, в конце-то, я с тобой, а не с кем-то. У меня была знакомая в Москве, ну была такая, более-менее известная, как из Бомонта, к ней тянулись подруги. И у нее когда-то в молодости подруга увела парня. И она осталась без парня, да. И она потом, со временем, она поняла, что такие подруги не надо. Она, значит, брала в подруги только тех, кто страшнее ее. То есть она бачила, что какая-то скрывая горбатая. То есть у нее, по-другому, дружить. Все, будем дружить. Так надо жить. Не надо приводить пример никакой ни Ленку, ни Машку, ни Дашку. Нет, но Ленку можно высушить, что ему нравится. Кто-то обращает больше внимания на то, что она худая, а кто-то действительно хвалит ее борщ. И, конечно, если... Надо присмотреться, это нормальная борща. А может, мужчина любит холодец, понимаете? Так что тут надо быть очень осторожными. Но не в постели. Есть холодец в постели, это извращение. Тут еще может не есть холодец в постели, а иметь холодец в постели. Иметь холодец в постели. Тут еще, простите, вмешаюсь. Если так сказать, ты знаешь, она в постели такая холодная, а он так и подумает. Это она с другими. А вот со мной ее раскочегарю. Как минимум не мудро это, да. Я думаю, что очень важно быть мудрыми девочками. Нет, ну это же правильно. Ну зачем я? А я лучше. А я туда еще добавляю тертое яблочко. Я бы, конечно, с мужчиной не стала обсуждать подруга в постели. Мне кажется, что это даже просто как-то, во-первых, наталкивать его на лишние мысли, может, он на нее смотрит, ему и в голову не приходится, она и сексом занимается. Категорически. А так сразу начинают о ней думать, как о сексуальном обе. Ну, в общем так, посмотреть, протекровать и тихонько совет, ну я ни в коем случае не сравнивать себя с подругой. Нет. Не говори, не говори, что идеал лучше, чем она. Все, если сравнивать, значит не работает. Нет, себя ни с кем, ты королева. Лучше всех, девочки, все правильно. Буквально на последних секундах дамы приняли решение, что это не рабочий совет. Улучшаться хорошо, сравнивать себя с подругой не очень. Правильно я понимаю? Мужчины, вам слово. Не нужно говорить своему мужу, что вот я лучше какой-то своей подруги. Нужно просто молча стать лучше, чем та подруга. Ничего говорить не надо, а просто сделать. Нам кажется, что если ты видишь, что ты слабее в каком-то моменте по отношению к своим подругам, то нужно над этим поработать и улучшить себя. Делать, например, лучше прическу или научиться лучше себя подавать. И тогда мужчина почувствует это, что ты развиваешься, и ему будет интереснее. Смотрите, как единодушны сегодня женщины и мужчины. Переходим к третьему совету. Если вам показалось, что ваш мужчина проявляет нездоровый интерес к вашей подруге, сведите эту подругу с другом мужа, чтобы он, ваш муж, увидел, что у них завязываются отношения, понял, что ему там ловить нечего и забыл о ней. Вот у меня есть симпатичная подружка. У него есть какой-то друг свободный, тоже симпатичный. Почему их не познакомить? Ну, это хороший совет, мне кажется. А почему нет? Подругу с другом свести? Ну, это нормальная штука. Вот муж смотрит на твою подругу, а ты своего друга предложила... Размениваешь, понял? Ну, правильно. Только надо же такого друга найти, чтобы понравилась та подруга. Девушка будет стараться друга свести с подругой и сама с ним сведется. И потом проблема уже будет у пары. А на самом деле ей просто показалось. Женщины на форумах уверены, что мужская солидарность работает так, что если ваш муж увидел, что эта женщина понравилась его другу, то все. Но это мы, женщины, так думаем. У меня была знакомая, она всегда говорила, у нее были подруги, если муж там вдруг спрашивал, что говорит, а как там Света, как она себя живет? Она такая, а, ну, про Свету пытаюсь. Она кажет, ой, та Света познакомилась, она сейчас встречается с одним парнем, замуж собирается, то есть она брехала. Она не сводила ничего, потому что друг это друг, они могут узнать, что я с ней не встречаюсь, скажет, или другу просто не понравится подруга. И все. А так она сразу мужу говорила, что ой, та она там замуж вышла, она сейчас беременна, сделала аборт, то есть проблемы, на что она надобна. В жизни у меня была одна такая ситуация, ну, это еще, наверное, было в школе. У меня был, на самом деле, друг, и он влюбился в ту девушку, что тебе нравилось. Ну, да, 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 и он ушел, и мы перестали с ним общаться. Я думаю, познакомить своего друга с подружкой можно. Я считаю, что это неплохой совет. Я считаю, что это вполне неплохой совет. Стоит согласиться. Ну, попробовать можно, короче, да. Работает? Наш ответ – да. Он работает. О, что-то я волнуюсь. Мужчины? Мы считаем, что надо подложить друга под подругу. Все. Это не легкий. Все, я узнала этого мужчину, вот который был крайним. Если вы хотите действительно свести свою подругу с другом, лучше для таких отношений найти человека где-то на стороне. Ну, во всяком случае, нужно расширить свои отношения. Это как крестик детей. Находят кубовей где-то на стороне, а не в кругу своей семьи. Действуйте. Итак, мужчины считают, что этот совет работает, да? То есть вы снова с нами согласны? А мы так и угадали опять. Да. Да? Ура! Честно. А в этом случае, это будет честно. Все, уже по одной. Четвертый популярный совет женского форма. Если вам показалось, что ваш мужчина проявляет нездоровый интерес к вашей подруге, сделайте так, чтобы он был вообще против вашего общения с ней. Придите домой поздно и говорите, загуляла с подругой, я так не хотела, она меня все-таки уговаривала в караоке ехать. Женщины, которые пользуются этим советом, утверждают, что мужчина в любом случае будет оправдывать свою любимую, а подруга будет его раздражать, потому что дурно влияет на вас. У вас минута на обсуждение. Я считаю, пусть оно, да, способ нечестный, там где-то набрехала, где-то придумала, но он работает, понимаешь? Это женская хитрость. Имеет место быть. То есть можешь прийти и сказать, что та-та подруга, она там с тремя парнями сегодня там целомалась. Меня потянуло, а вот тут скажут, о-о-о. И она, нет, и та гулящая, и у нее куча заболеваний, и ты уже испугаясь и подумаешь, да, ну ладно, уже такая она классная. На самом деле, у меня было пару подруг, теперь-то я понимаю, про что они говорили. Если знаешь, ну вот, я понял, меня разоблачили, я только что разоблачил свою бывшую, потому что она часто говорит, это та подруга, вот она у нее там муж, она что-то уезжает, куда-то жить за границу, а потом я постоянно, ну, видел ее, думаю, что-то, но теперь я понимаю, что моя бывшая девушка, она специально манипулировала мной, и я только сейчас понял это. Вот этот способ вообще действует, это подтверждение, он 100%. А если бы я бы там... Пропух. Я просто доверчивый, понимаешь, у меня большое сердце, я просто ей верила. Ну, ты даже сработала? Работала. Если мужчине, даже как-то она симпатична или интересна, это значит, что уже, ну вот, может наметиться какая-то трещина в ваших отношениях. Тут ты еще начинаешь опаздывать, пригодить поздно, и еще пытаться валить на подругу. Это же не подруга тебя, она же тебя не тащила в этой караоке, там, за волосы пьяную. Это больше о том, как разрушить дружбу, там, да, он может начать все равно говорить, не дружи. Вот что-то мне кажется, что ты больше против себя его настроишь. Тебе дома закрыли, он готовы давать ответ. Он не работает. Нет. Наше заключение, что способ действенный. Он не есть совсем такой честный, но он работает. Но не стоит забывать о том, что есть такие парни, которым нравятся плохие девочки. Поэтому, если вдруг парень на это еще скажет, вот, она классная, она на вечеринке ходит, она там с двумя-тремя парнями, то есть надо знать своего парня. Итак, мужчины считают, что этот совет работает. Пятый совет. Если вам показалось, что ваш мужчина проявляет интерес к вашей подруге, устроите неожиданную встречу вместе с подругой и мужем, когда подруга, мягко говоря, не при параде. Например. Ой. Ой, как нехорошо получилось. Например, наведаться в гости к подруге. Ну, как будто бы вы помочь, или просто так, с предупреждением за пять минут до прибытия. А вы знаете, что подруга будет, ну, скажем, после косметолога, например, вся подавленная. Да, да, да. Или второе, навестить подругу в больнице, или просто когда она болеет. Ну, ведь, как считают форумчанки, ну, это не очень хорошая мысль о мужчинах, но мужчинам не нравится. Женщины, у которых проблемы, которые плохо себя чувствуют, увидев вашу подругу в таком состоянии, он скажет, моя лучше, здоровее, да и вообще. Честно говоря, ужасно коварно, ужасно коварно, но это работает, сто процентов. Нужно только подловить момент. У меня реальный случай такой был, как я с женой пошел к ее подружке в больницу, она была просто в этом халате в расрепанном каком-то, тем более, по-моему, местного происхождения, без косметики, да, ну, ничего не привлекательного я даже не заметил. Я даже не подумал, что, может быть, это каким-то образом было. А про что ты подумал? Я просто вот подумал, что все хорошо, супер, все хорошо. Ну, ладно. Жена смотрит, да, я тебя обниму, я даже обнял, поцеловал, сказал, я тебя люблю. У меня была когда-то знакомая, она так красилась ярко, такие брови наводила, прямо, знаешь, как Ксена Воина, то фильм такой есть, знаешь, она такая шла, прям, осталось только хрюкнуть. Она завоевает, завоевает. И меч достать, такий. А потом как-то я смотрю, она идет где-то в магазин или куда-то шла, она без косметики. Я смотрю, а кто такой, Светка? Это ты, да, она говорит, да, она такая обаятельная, знаешь, вот такая природная красота, я сразу на нее по-другому посмотрел. То есть этот метод не работает, нельзя ним пользоваться. Это только в том случае, если ты где-то чувствуешь, что подруга тоже виновата, тогда ее можно подставить таким образом. А так, конечно, если у тебя хорошая, добрая, верная подруга, то лучше мужика поменять, который на нее засматривает. Это точно. Слушай, это если хорошая, добрая, верная, а если он уже засматривается, то она уже чуточку неверная. А, то есть ты думаешь, это она виновата, если он на нее засматривается? Ну так, если, ты понимаешь, ну не обманешь же интуицию, на подсознательном уровне, ты вроде бы не замечаешь, а оно все уже произошло. Мы же не можем понять, когда. Приди и добить, если не очень хорошая. а вдруг она хороша, без макияжа, понимаешь? Вот зараза! Вот? Нет-нет, мы знаем ее. Надо проверить, надо все проверить. А если в больнице? Вдруг его наоборот это заводит, такая беспомощная, больная женщина. А она посмотрит на него, как олененочек, и он сдался. Боже. Надюшенька, ну помнишь, я тебе рассказывала, как Борисюк влюбился в меня, увидев меня без макияжа. Да! Я о чем вспомнила. Точно. Поэтому этот совет не работает. Этот совет тоже не работает. По мнению женщин, а мнение мужчин мы прямо сейчас услышим. Мне кажется, что такой способ не работает, потому что придешь ты к ней домой, за пять минут откроешь, она откроет двери, она будет в пенюаре, на каблуках и с вином. И она будет без макияжа. И будет красивая. Лучше, чем у нас утра. Да, и это может не сработать, это очень большие риски. Вот уж. Вот-вот. А с макияжем не узнал потом. Что касается совета, этот совет не работает. О чем я еще подумала? Вот не парьтесь, да, вот доверяйте все-таки своей интуиции и иногда абстрагируйтесь. Вот и убирайте из своей души, из своего сердца отрицательные мысли. Категорически. Я вам советую, это работает. Конечно, в идеале быть уверенной, клевой львицей, которая прям не замечает соперниц и знает, что все мужчины смотрят, только на нее. Но бывают же в жизни разные периоды. И даже вот в течение месяца ты две недели львиться, одну неделю не львиться. Так вот, когда ты не львиться, все-таки какие-то маленькие хитрости могут в жизни пригодиться. Да сделайте себе макияж, купите себе новое платье. Сейчас к нам выйдут мужчины, и мы вместе сможем подвести итоги. А вы и вы, мои дорогие, наконец-то увидите, кто же сегодня давал мужские советы. Встречайте! Евгений Клопотенко, Самвел Адаган и Тимур Розов. Какие мужчины! Хотите что-то сказать? Мы, наверное, уже все сказали. В принципе, вы двигаетесь в правильном направлении. На самом деле, я не ожидал такого результата. Самвел, скажи что-то хорошее. Сейчас я скажу. Вот у меня, я торговал на рынке яйцами. Рядом стояла Элка, торговала яйцами. Она на свою голову, это Элка, она, значит, жила с парнями, на свою голову приперла подругу. И она стала у нее жить. И, значит, что происходит? Я прихожу с работы, готовлю есть, на кухне стою. А муж, этот парень, с этой подругой общается. Он сидит пиво пьяно, открыл бутылку пиво пьяно. И, говорит, я начала замечать, что он стал в ней увлекаться. Что мне делать? Она, значит, советовалась, советовалась. И, говорит, что, значит, она решила? Она, говорит, я так сказала, ты у меня живешь, подруга? Давай три дня готовлю я, три дня ты. Она знала, что она плохо готова. То есть, она знала слабые стороны. Значит, она готова хорошо. Муж довольный, все. Пришло три дня готовить подруги. Она раз три дня плохо наготовила. Те сыре, те вонючая, те это. Он недовольный, говорит, он уже с ней не хочет общаться, психует. Крутится, говорит, возле меня на кухне, дай что-то перекусить, дай голодный. Она, говорит, я ему в рот суну что-то. Он, говорит, слюна от течевиня, собака довольный. И все. Мужчина должен добиваться женщину. Не женщина должна добиваться мужчину. А я думаю, что хорошее отношение, наверное, когда человек думает, что никто никому ничего не должен. Обязательно. То есть, всегда нет каких-то неправильных требований. Ты понимаешь, что все на сто процентов от тебя зависит. А когда начинаешь играться, сам себя обманул. Можно и жену потерять, и друга потерять, и всех на свете потерять. Мне кажется, нужно просто доверять, и все. Если ты доверяешь, все будет отлично. Спасибо вам огромное. Привет, YouTube. Понравилось это видео? Тогда комментируй его, делись им со своими близкими и подписывайся на наш канал. Чтобы быть в курсе всего самого нового.